друзья всем привет сегодня у нас на обзоре будет viati strada 2 и сравним ее с первой вот взвесим шины измерим глубину протектора ну все как вы любите в общем итак первая шина ну начнем конечно с первой strada strada asymmetric android v130 нашумевшая вообще резина скажем выпускалась у нас 2010 года до сих пор вроде как выпускается многим конечно нравится конечно нравится на основе за цены ну из-за того что хрона вроде как неплохо гребет вообще говорят нормальный вариант если то что она пожестче как бы порта такие жестковатенькие вот а так на самом деле неплохой вариант правда в двадцать первом году этот вариант подорожал чем подорожал он так нифигово вот размеры я кстати взял сейчас 185 65 14 то бишь это вот там приоры всякие так далее в этом размере ценник 3470 что вы понимали в том году где-то рублей на 800 было дешевле колесо вот и все конечно три канавки отвод воды хороший дополнительный вас под колесо пошли по воде я шины не плаваю борта как ранее говорила пожестче вот не боится грызь особо конечно но бывает браки в данных шин они бывают под кривые завода приходят на баланс кидаем заметно то есть нужно это обращать внимание а так кто скажем любит ездить по садам по всяким по плохим дорогам можно рассмотреть почему нет такой вариант скажем для дедушек вполне адекватно ну и кто в принципе немного ездит не хочет сильно заморачиваться на счет цены вот такая вот маркировка идет менять и до широва свежая 30 см день 21 года размер 14 185 65 вот то что это внутренняя сторона разумеется кому интересно состав шины то есть протекторный слой у нас идет из одного полиэстера два стил и один илон боковина идет из одного полиэстера соответственно да модуль наша и шина прошла маркета сертификацию е8 вот это вот у нас взять эстрада первое прям прям в прямом смысле нашумевшая резина да как мне подсказали она реально жестковато я сказал деревянная вот ребят новая вятти маркируется она с вами в 134 если вот это предыдущая она была в 130 это назвали почему-то в 134 вот так вот как видим давайте ближе поставлю что тут у нас изменилось ну видно да скажем протектор стал другим то есть здесь канавки были более таки широкие открытые если не тоненький скорее всего эта шина будет тише чем первая модель все таки она не такая будет нашумевшая вот по воде ну скажу что этот вариант конечно лучше был видно такие тут широкие канавки отвод а тут они прям какие тоненькие тоненькие в этом плане канавки пошире уже стали сейчас стать с вами еще и замерим по поводу жесткости врать не буду шила реально стала немножко мягче то есть я вот эту прям промиллаем там сильно то есть это вот у меня лучше промиллается видно да совершенно стала мягче вот ее полное название 5 страда 2 тоже же найдет свежая 47 неделя 21 года тоже пошла прошла евро маркировку е8 у нас идет размер сто восемьдесят пять четырнадцать ну маркировки и радиал тубле саутсайт так вот потом соответственно тоже модель раша и по поводу состава вот он у нас получается протекторный слой стыд один полиэстер два стила один его ну и боковина тоже из одного полиэстера по сути как вы понимаете все довольно одинаково что было в первой что во второй вот видите да один полиэстер два стил один илон один полиэстер два стил один илон один полиэстер то есть состав резины по крайней мере ничего не изменилось но шина стала мягче и немножко когда протектор поменяли кстати цена у данных шин 3 820 еще кстати в новой шине знаете что изменилось вот если возьмем первую страду на у нас идет 86 h то есть это получается 530 килограмм на колесо и 210 километров в час максимальная допустимая скорость если возьмем вторую модель они уже сделали 90 h то есть она уже идет 600 килограмм ну и тоже 210 километров в час получается на 70 килограмм нагрузка стала больше на одно колесо вот в этом тоже есть разница ширина канавок на 5 2 1 сантиметр сейчас смотрите да тут тоже 1 ручка тут 1 ручка и здесь 1 сантиметр довольно широкий в принципе канал на первой вяти здесь уже поуже канавки 8 миллиметров здесь тоже восьмерочка здесь немножко она пошире идет а а так по сути но вторая у нас идет пошире канавки маленько 1 чуть поуже еще кстати у шины вяти страда 2 появилась такие вот надписи 3 дверь трекшн температур но почему-то здесь пока пусто то есть если взять первую вяти здесь вообще нигде этих надписей нету а на второй они вот появились возможно скоро здесь что-то появится так как шина новая ее протестируют на полигонах будет хоть какая-то информация то есть вот уже в продаже есть можно покупать вяти страда 2 доступно в двадцать трех типоразмерах начиная от 13 и до 17 диаметров включительно по поводу кстати второй вяти нет особо никакой информации на сайте 5 вот сейчас здесь покажу вам что вообще о них написано но по сути ни черта нету поэтому приходится вот все вручную все самим смотреть щупать как говорится и так друзья как всегда в конце небольшой итог по этим шинам до шина новая помягче значительно то есть в принципе можно рассмотреть ценник довольно такой интересный сейчас в принципе все дорого поэтому я думаю можно рассмотреть за такую цену 5 100 до 2 протектор уже получше да сделан можно и как в городе спокойно ездить не такая деревянная шумная как скажем та же первая была вот плюс также отвод воды хороший сделали ценник повторюсь такой нормальный в принципе можно рассмотреть город раз я считаю вообще вариант хороший где-то на грунтовочку в принципе пойдет что боковина уже помягче стало не как здесь но скоро узнаем поездим люди протестируют этот сезон так как я думаю она будет по-любому покупаться потому что первое знаете сколько дофига покупали второй тоже будет много покупать так что всем удачи кто покатается на второй может оставить комментарий там снизу написать что он думал по этим шинам так что всем добра люди не болейте не хлорать всем пока глубина протектора у Viati 2 составляет 8,3 мм на первой Viati Strada у нас идет 8,2 мм вес шины Viati Strada 1 7,9 кг вес шины Viati Strada 2 идет уже 8 кг Субтитры сделал DimaTorzok